В Челябинске судят 50-летнего Рахмана Абдулаева, который считается ставленником на Урале одного из самых влиятельных и жестких воров в законе Надира Салифова, Лоту Гули или же Гули Бакинского, убитого в Турции 20 августа. По версии следствия, Абдулай вместе с сообщником Элдонизом Багировым вымогал деньги у земляка, уроженца Азербайджана Рамила Джаниева, а после отказа убили его выстрелом в затылок во дворе собственного дома. Преступление совершено из-за долга всего в 300 тысяч рублей. По данным источников, в правоохранительных органах обвиняемые специально не отвечали на звонки Джаниева, который хотел привезти деньги в срок, а через несколько дней на встрече в ресторане «Бакинский дворик» потребовали еще 300 тысяч рублей за просрочку долга. Тот отказался. Багиров набросился на него с ножом и был отправлен в нокаут. Джаниев оказался мастером спорта международного класса по кикбоксингу. Спортсмен уехал. Это нанесло урон авторитету Абдулаева. Такого он и его окружение стерпеть не могли. По версии силовиков, Абдулаев поручил Багирову убить Джаниева. Во время следствия это подтвердили свидетели. По их данным, через неделю после инцидента, в Бакинском дворике Багиров подкараулил потерпевшего во дворе его дома в Курчатовском районе и выстрелил из ружья в затылок. Джаниев скончался в больнице. Багиров равнялся на Абдулаева, беспрекословно его слушался. Указания Абдулаева не мог не выполнить. Поэтому Багиров, не задумываясь, пошел на это убийство, чтобы заслужить еще большее доверие Абдулаева, полагают силовики, участвовавшие в задержании обоих. На следующий день были поминки Джаниева в Бакинском дворике. Собралось более ста человек. Там был и Абдулаев. Во время мероприятия в кафе нагрянули полицейские и отряд спецназа Гром. Они задержали гостей, переписали их данные и взяли холодное оружие. Были данные, что родственники погибшего подозревали, что Абдулаев причастен к убийству Джаниева. Чтобы предотвратить возможную бойню, экс-начальник отдела по борьбе с сорт преступностью Ренат Камалитдинов организовал и со своими подчиненными, и спецназовцами из подразделения ГУ МВД Гром это оперативно-профилактическое мероприятие, объяснили источники в полиции. После этого Абдулаева арестовали по обвинению в соучастии в убийстве и вымогательстве. Он отрицал вину, угрожал полицейским и свидетелям. Сотрудники отдела по борьбе с сорт преступностью по региону столкнулись с большими трудностями при сборе доказательств. Однако, несмотря ни на что, подготовили материалы, которые легли в основу дел и с момента задержания обеспечивают оперативное сопровождение дела, в том числе и в суде. Ближайшее заседание пройдет в Курчатовском районном суде 7 сентября. Адвокат Дарья Халитова, представляющая потерпевшего, отец Джаниева, сообщила, что обвинение закончило представлять доказательства и допрашивать свидетелей. Сейчас идет представление доказательств стороной защиты, сказала она. Главным авторитетом для Абдулаева был Лоту Гули, рассказывает представитель одной из силовых структур. По поручению воровца Они он курировал рынки на Урале и в частности Екатеринбургскую овощную базу номер 4. Абдулаев часть денег направлял для Гули. Абдулаев знаменит жестоким нравом. В этом он равняется на своего босса, который тоже все вопросы решал только силой. Более того, если бы Гули был жив, то решался бы вопрос о коронации Абдулаева. После освобождения Гули в 2018 Абдулаев рвался к нему. Но еще в колонии суд установил ему надзор, как за рецидивистом, поэтому Абдулаеву не удалось вылететь в Турцию и встретиться с Гули, поделился инсайдер. Субтитры создавал DimaTorzok